Давайте поговорим с вами про динамическую память. Откуда вообще у вычислительного процесса берется память? Да в принципе оттуда же, откуда берутся все остальные ресурсы. Он получает их от операционной системы. Операционная система обязана, это ее главная цель, распределять ресурсы. Она взаимодействует с железом, получает от него реальные ресурсы, физическую память, дисковое пространство, доступ к сетевым устройствам. И так далее, и так далее. Клавиатура, монитор и все остальное прочее. Операционная система определенным образом виртуализирует это, создает некоторые искусственные ресурсы, некие надсущности. И уже в более-менее удобном для пользователей, программистов, видит на самом деле, передает эти ресурсы процессом. Она модерирует это взаимодействие, чтобы никто никуда не влез. Кто-то уже открыл файл, эта память уже выдана такому процессу. Так вот, вопрос. Процесс получает ресурсы только в момент своего создания? Вот мы создали процесс и все. Нет. Оказывается, у процесса может происходить диалог с операционной системой через специальный API. Мы с вами этот API не знаем. Это организовано через так называемые системные вызовы. И все это из-за морочки тех, кто пишет компилятор. Вот пусть те, кто пишет компилятор, вот они в этом API разбираются, как там правильно вызвать системное прерывание. Для нас вот это самое API обернуто библиотечными вызовами. Тем не менее, мы должны понимать, что вызов той или иной функции означает, собственно, обращение к операционной системе. Так вот, я поднимаю сейчас вопрос о памяти. А сколько у нас реально памяти уже есть у процесса? То есть, например, хочу я создать массив, большой массив, для каких-то вычислений. Может быть, мне вообще не нужна никакая там динамическая память. Может, я могу просто брать и создавать этот массив и все. Давайте посмотрим. Итак, вот у нас с вами программа, в которой я просто создаю массив. Ну, чар у меня это 1 байт в этом компиляторе. Поэтому я заранее узнаю, сколько байтов. То есть, я заранее знаю, что вот n я считываю и на стеке выделяю вот n байт памяти. Итак, давайте попробуем посмотреть. Ну, понятно, что 1000 байт вообще не вопрос. Да, давайте 10 тысяч байт. Можно? Можно. Array successfully created. Раз мы дошли до вот этой строчки, значит, массив благополучно создан. Я поставил специально System Pause, дополнительную паузу, ну, чтобы подождать немножечко с уже созданным массивом в памяти, и процесс еще не закрывался. Давайте попробуем 100 тысяч. 100 тысяч. Пожалуйста. Давайте попробуем миллион. Пожалуйста. Давайте попробуем 10 миллионов. Мы же должны где-то упереться, да? 10 миллионов – это мегабайт. Так, соответственно, так, 10, раз, два, три, раз, два, три. Опа! 10 мегабайт. Ну, что такое 10 мегабайт, если честно? Ну, это очень мало. 10 мегабайт для современного компьютера – это просто шуточки. А наш процесс, тем не менее, завершается, потому что на стеке столько выделить просто фактически не удается. Попытка вот столько отхапать на стеке приводит к плачевным результатам. Отсюда вывод. Нужно очень сильно думать перед тем, как создавать массив. Ну, на самом деле мы можем там что-нибудь поиграться, там, давайте, 5 миллионов, да? 5 миллионов. Ммм, уже 5 мегабайт. Это не ровно мегабайт. На самом деле это как раз чистые мегабайты, да? Не мебибайты, да? Мебибайты 1024 умножить на 1024 байта. Так, значит, давайте попробуем, что там, 5 он не дал, но давайте хотя бы 3. Ну, 3. Ах ты ж! В общем, я к чему? Что стек – это плохое место для хранения большого объема данных. Да, вот 1 мегабайт еще туда влазит. Что же нам делать? Я теперь скажу так. Давайте, поскольку, ну, а это все равно у меня адрес, да? Я все равно буду там пользоваться как массивом, на самом деле, да? Короче, давайте я сделаю вот так вот. Пусть а выйдет указателем, и я явным образом запрошу операционной системы памяти. То есть я хочу, чтобы вот этот адрес, он был инициализирован у меня сейчас вот прямым вопросом. Дай памяти. Это можно сделать через библиотечную функцию malloc. MemoryAllocate. Allocate, то есть разместить, да, запросить, аллоцировать. Соответственно, мне нужно указать, сколько байт памяти, собственно, запрашивать. Ну, вот я ему говорю, n байт запрашивать. Надо сказать, что есть некий warning у нас. Ой, почему-то он не показывает этот дополнительный warning. Но на самом деле malloc возвращает void звездочка. Может быть, в компиляторе здесь так специально обойден этот вопрос, что если из malloc возвращается, то ладно. Но вообще void звездочка нельзя так вот просто брать и преобразовывать в char звездочка. Поэтому malloc обычно вот здесь вот к нему добавляют еще и то, к какому типу его приводят. Эта вещь не обязательно, но она снимает warning. Я не знаю, почему у меня этого warning нет, но ничего страшного. Зато у меня, кстати, есть вот такой warning, что у меня unused variable. Ну, давайте добавим сюда что ли цикл, в котором будем заполнять этот массив числами. Ну, давайте попробуем. Теперь у нас все, никаких warning. Отлично, никаких warning. Можно запускать и исследовать, сколько же байт памяти он нам разрешит взять. Итак, давайте. Можно ли 10 мегабайт? Да, можно 10 мегабайт. А можно 100 мегабайт? 100, раз, два, три, раз, два, три. Оп! Можно 100 мегабайт. Я открою здесь вот task manager, чтобы посмотреть на память. Ну, у меня памяти здесь 16 гигабайт, поэтому вот эти вот колебания, они такие маленькие, что просто незаметно. Незаметно, сколько же там сейчас памяти использовано. Ну, пускай себе повисит этот task manager. Давайте попробуем еще больше запустить. Так, сколько мы хотим. 100 было. Давайте раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Это будет у нас примерно гигабайт. Вот видите, тут уже такое вот ожидание. Раз, два, три, раз, два, три. Дело в том, что там шла еще инициализация. И вот здесь мы видим заметный подъем. Заметный подъем, что у нас памяти повысилось. Ну, я сейчас завершаю процесс и видно, что память у нас отпускается. Дело в том, что опускается обратно. Дело в том, что оперативной памятью обладает вычислительный процесс. И когда процесс снимается с исполнения, то память вся освобождается. Все ресурсы, которые у него были, они все отдаются обратно операционной системе, чтобы она могла отдавать их другим впечатлительным процессам. Естественно, ведь этот процесс, он же тут не один торчит. Впечатлительных процессов на самом деле много. Мой – это один из них. Итак, ладно. Давайте двинемся дальше. Давайте попробуем. Теперь уже аккуратно. Я не могу сейчас безнаказанно хапнуть 10 гигабайт, просто потому что у меня в потолок упрется память. Поэтому давайте аккуратненько. Попробуем 2 гига. 2 гига. Ну что, сколько это? 1-3, 1-2-3 и 1-2-3. Ждем. И опаньки. Интересно, я не ошибся? Нет, вроде не ошибся. Не выделяет 2 гигабайта. В чем проблема? Дело в том, что операционная система имеет полные права. Вот в том, сколько ресурсов там у компьютера, она полные права имеет. Она имеет право отказать. И вот на этом языке API операционная система возвращает нашему процессу информацию. Я тебе в памяти отказала. Но как это узнать нам в нашей программе на высоком уровне, на языке высокого уровня? В языке C функция молок сделана так, чтобы она возвращала специальный указатель, точнее, специальное состояние указателя, которое называется нул. Нул. И я вот здесь вот спрошу, если у меня а равен нул. Правда, тут есть такая особенность и опасность. Не дай бог мне сделать равно нул. Поэтому, знаете, я предпочту написать вот так. Нул равно а. То есть, если у меня а это нул, это значит, что мне памяти не дали. И в этом случае мне нужно что-то такое вот, ну, не знаю, высказаться. Давайте выскажемся вот таким вот образом. Я в первую очередь напишу, что операционка нам памяти не дала. Мы выходим и реально вызываем exit. Ну, в принципе, тут можно было return сделать. Я и так нахожусь в функции main. Из функции main можно выходить вот так просто return 1 и все. Ну, на случай, если это будет где-то в какой-то там функции, я лучше напишу exit 1. Вот. Ну и давайте, собственно, посмотрим, что у нас наступает. Как она реально нам не дала просто эти 2 гига. Так, сейчас считаем нолики. Раз, два, три. Вот теперь 2 гига. This didn't give memory. Exit. Ну что ж, давайте попробуем чуть-чуть поменьше. Давайте 1,5 гига. Раз. Так. Ага. Так. И еще. Так, давайте процесс открываем. Так. Ну, я вижу, что память пошла выделяться. Да, раз она пошла выделяться, выделилась, значит, мы реально эту память выделили. Вот сейчас, пока SystemPause ждет, да, у нас память вся эта удерживается. Процесс, потому что еще не завершен. И в нем реально разложены числа. Числа тупые. Там разложены тупые индексы. Все равно, вот, мы видим, что у нас реально памяти можно скушать даже полтора гига. Ну, в принципе, на самом деле, под 2 гигабайта она еще могла бы дать. А вот больше уже вряд ли. Дело в том, что у меня компилятор, которым я запускаюсь, MinGV, 32-битный. Это значит, что память в нем рассчитана на 2 в степени 32. 2 в степени 32. Ну, то есть у меня 32 бита под хранение адреса. 32-битная шина. Ну, это так было. Сейчас, понятное дело, у меня компьютер 64-битный. Но компилятор-то 32-битный. Он рассчитан еще под те машины. Поэтому получается, что у меня всего может быть адресуемое пространство 2 в степени 32. Это что получается? Это 2 в квадрате умножить на 2 в степени 30. 2 в степени 30 – это примерно… Ну, 2 в квадрате – это 4. А 2 в 30-й – это что? 1000 на 1000, ну, там 1024, но тем не менее. Это примерно 4 миллиарда. Ну, или если это выразить теперь в байт, это ячейк. То есть уникальных адресов для каждой ячейки. От нуля до 4 миллиарда сколько-то там ячейок. То есть у меня байт. Ну, для байт вообще-то выделено специальное обозначение, в котором специально это называется. Вот эти единицы, кратные 2 в степени 10, kibibyte называются, mebibyte, не путайте. То, чему вас учили в школе – это вранье. Kilobyte – это 1000 байт. Kibibyte называется 1024 байта. Соответственно, это у нас что? Это ровно 4 гибибайта. Gib. Вот. Можете посмотреть в Википедии двоичные приставки. Короче, больше чем 4 гибибайта адресовать в 32-битном компиляторе в принципе невозможно. Поэтому операционная система, понятное дело, 32-битному процессу она точно больше 4 не даст. А у винды есть какие-то свои там ограничения, и она почему-то даже больше 2 не дает. Вот. В принципе, до 2 еще можно было бы подобраться. Что-то она же мотит сегодня, да? Ну, понятно. Что-то процесс пришел, и сразу гигабайт памяти. Мало какой процесс вот такой вот гигабайт памяти хочет. На самом деле, можно было бы попробовать сделать вот такое вот взятие памяти несколько раз. Если бы я запросил несколько кусочков, то, может быть, она бы мне дала. Давайте попробуем это сделать. Сделаем локацию памяти в несколько присестов. Итак, я взял один раз. Давайте еще раз. То же самое, да? Только назову его B. Так, B. Так, замечательно. Ну, тоже обработаю на всякий случай. А то вдруг она не даст. Я хоть узнаю об этом. Да? Рей. Как там у нас было? Мне стоит, наверное, сделать 2 паузы. Я сделаю паузу после первого массива. Да? И после второго сделаю. Значит, рей A successfully created. Рей B successfully created. Так, отлично. Соответственно, и здесь заполняю его реально ячейками. Да? Ну, вроде бы супер. Сейчас еще раз просмотрим. Да? Вот я выделил. Я вот эту обработку сверну, чтобы она мне глаза не мозолила. Вот так это в результате выглядит. Да? Запускаем этот вычислительный процесс. Ну. 500. Так, 1 500. Да? И еще раз, два, три. Раз, два, три. Ну что, полтора гига сейчас будем кушать. Смотрим на... Ой, а я что, закрыл его? Я закрыл. Ничего, сейчас откроем. Жалко. Я уже не увидел старт этого процесса. Да? Но, тем не менее, сейчас я увижу, даст она мне еще полтора гигабайта или нет. Оп! Не дала. Говорит, неча тебе. Ну и все. И на этом мы вышли. Видите, exit, немедленный процесс, returned 1. Ну, вот эта единичка, это из экзита как раз вернулось. Ну, а поскольку процесс завершился, то вся память сбросилась. Ну, вот так вот. Короче. Можете поэкспериментировать со своей собственной операционной системой. А сколько вам операционная система даст памяти? Вот, реально. Теперь давайте вернемся еще к нашей программе и к этой экспериментальной. Да, уберем вот этот B. Не дает больше памяти. Ничего интересного не получилось. Да, откушать больше памяти. А давайте попробуем теперь, ну, какой-то реалистичный более-менее пример. Потому что я вот так вот хапаю памяти, да. А сколько я реально... Я что, должен каждый раз мерить память в байтах? Вы знаете, с молоком, да, я каждый раз должен мерить память в байтах. Вот. Для этого мне потребуется использовать функцию size of. Вот. Я сейчас открою новый файлик и сохраню его dynamic, назову его dynamic int. Значит, в нем я сейчас сделаю массив именно int. Именно int. И мне нужно понять, а сколько же весит int. Ну, мне это реально нужно знать, иначе я не смогу выделить нужное количество памяти. Не дай бог, я туда вот уйду. А вот на самом деле вот это вот место, да, вот эту вот, вот эту вещь, нужно делать каждый раз, когда выделяется память. Обязательно. Иначе получится такая ситуация, что вам память не выделена, а вы на это рассчитываете, и у вас внезапно происходит segmentation fold при обращении по null указателю, по null адресу. Так нельзя. Итак, мне нужно выделить достаточно памяти под n штук int. Для этого я воспользуюсь функцией size of. Это единственная функция в языке C, которая потребляет тип. Не значение какого-то типа, а просто тип. И сюда можно засовывать int, double, double звездочка, там что угодно, любой тип абсолютно. Меня сейчас интересует размер int. И возвращает она количество байтов, сколько весит этот тип. Она, собственно, и нужна на самом деле под вот эти все вещи, связанные с локацией памяти. Вычисляется эта функция не в момент работы программы, а в момент компиляции. На этапе компиляции уже известно, сколько этот int занимает для этого компилятора. И эта константа просто вставляется сюда и все. Так, ну что же. Значит, я заполняю его числами. И на этом вроде бы все. Ну, а если я захочу, большой размер будет у меня. А если я захочу потом все-таки еще раз выделить. Но мне нужен для одних целей массив, потом для других целей массив. Что же мне делать? Вы знаете, если я не буду следить за памятью, если я буду делать вот это дело в цикле. Ну, представьте, что я в цикле это делаю. Давайте вот прямо оформим цикл, в котором я буду k равно 0 до k меньше, чем, ну, сколько? Сколько раз? Давайте тысячу раз. Тысячу раз создадим массив. В нормальной ситуации программа работает долго. Цикл в тысячу итераций это совершенно нормальная ситуация. И я в этом цикле делаю, ну, я единственное, что сейчас паузу уберу. Может быть, с конца уберу паузу. Давайте в конце оставлю. А вот эту распечатку я делать, пожалуй, даже не буду. Просто буду создавать массива и все. Так, что у меня? Вот он. Так, отлично. Ну, здесь я напишу просто, что у нас программа завершается. Так, ну, что же. Да, вот видите, я создаю, создаю, создаю. Так, сейчас, секундочку, что не так. Так, а, прошу прощения, for не то слово написал. Вот, ну, давайте, сколько мне создать? Ну, давайте, 10 или давайте 100 мегабайт. 100, раз, два, три, раз, два, три. Не супер прям много. Ну, не супер много. Так, где там мой таск менеджер? Давайте заранее его откроем, чтобы я его сразу увидел уже. Так. Мы готовы, да? Поехали. Начинает выделяться память под массивы. И в какой-то момент операционная система говорит, все, не даю тебе память. Ну, можно было бы здесь посмотреть, чтобы она печатала, когда дает тоже. Ну, на самом деле это не так принципиально. Она в какой-то момент просто отказала. Видите, вот там был скачок и упала. Снова память, да? Она у нас в какой-то момент отказала. В чем же проблема? Ведь я пользуюсь этой памятью не одновременно, а на разных итерациях по-разному. Там 100 мегабайт, потом еще 100 мегабайт. В чем же проблема? Почему? А дело в том, что мне обязательно необходимо освобождать память, как только она мне не нужна. То есть, вот я закончил ей пользоваться и освобождаю. Для этого используется функция free. Ну и, соответственно, давайте запустим теперь, да, size of an array to create. Да, давайте еще раз. 100, раз, два, три, раз, два, три. Ну и теперь вот я могу открыть task manager, да, и посмотреть на мой performance. И вот маленький там такой скачочек был, но его больше и незаметно. Вот чуть-чуть. Все. Больше память не поднимается. Да, она там вот себе и остается на этом уровне. Ну, видны даже, более того, видны некие колебания, что-то вот так чуть-чуть вверх-вниз, вверх-вниз. Дело в том, что я с операционной системой сейчас взаимодействую. Он довольно долго, между прочим, кстати, работает. Вообще обычно тысяча итераций, в каждой из которых по 100 миллионов, это для языка C плевое дело. На самом деле, ну и там на что тратится время? На то, чтобы заполнить массив. Может показаться, что самое большое по времени действие вот оно. На самом деле это не так. Самое длительное, что здесь происходит, это вот эта вот операция malloc и вот эти операции free. Именно они отнимают так много времени на самом деле, потому что взаимодействие с операционной системой, это вещь довольно дорогостоящая. Каждый раз, когда мы обращаемся к операционной системе, ну дай, дай, она как бюрократ пользуется этим моментом и начинает думать, дать ему, не дать. Начинает там планировать свои ресурсы, думать, короче говоря. Кроме того, поскольку сам ресурс процессорного времени, он тоже распределяется между несколькими вычислителями процессами и не между двумя, а там десятки их. Операционная система может воспользоваться этим моментом, что вот вы раз запросили, а она передала управление сейчас другому процессу вычислительному. Понятно? И каждый раз вы на этом деле приостанавливаетесь. Поэтому желательно выделять память, аллоцировать, сразу большими блоками. То есть если вы знаете, что вам нужна куча байт, то аллоцируйте сразу столько байт, сколько вам надо. Не надо ее там, ой, еще и еще и еще. И еще один важный момент. Если вы будете делать несколько аллокаций памяти, то вы не имеете права рассчитывать, что вы получите непрерывный кусок. То есть вы берете и говорите, о, вот столько. А теперь операционная система я еще аллоцирую, и что вам выделят обязательно соседний кусок памяти. Несмотря на виртуализацию памяти, несмотря на то, что адреса, они все равно в разных пространствах процессов могут совпадать, в общем, она все равно перевычисляет, каким физическим адресам это соответствует. И теоретически операционная система могла бы вот так вот как бы расширять вам участок, на самом деле она не будет этого делать. Не будет заморачиваться. И разные молоки будут выдавать вам в адресном пространстве то-там, то-там. Отсюда важный вывод. Если у вас есть указатель один, который указывает на какой-то участок в одной аллокации памяти, и какой-то другой указатель, который указывает на какое-то место в другой аллокации памяти, то эти указатели нельзя сравнивать. Я вам показывал, что вообще указатели можно сравнивать. Но в этом случае, если эти куски памяти аллоцированы в разные моменты не за один раз, или, например, один из них указывает на сегмент данных, то есть на тот сегмент памяти, который статически загружен вместе с экзешником, или какой-то сегмент стека, какая-то другая перемена, тоже нельзя сравнивать указатели. Мы точно должны знать, что эти два указателя, они из одного блока аллоцированной памяти. Либо там сегмент данных, который сразу, либо стек, который тоже вместе с процессом, либо один молок. Понятно логика. Ну и то же самое с вычитанием. Мы не можем вычитать указатели, которые принадлежат, которые указывают на разные части памяти, аллоцированные отдельно друг от друга. Ну и последнее. Кроме функции молок, есть еще одна функция коллок. Коллок. Она предназначена для того, чтобы создавать массивы специальные. У нее два параметра. Один параметр отвечает за размер, сколько штук. А второй параметр отвечает как раз за сайзов. Я напишу тут слово сайз, потому что сайзов это функция. В общем, этот сайз обычно как раз сайзовом и является. У нее, кроме отличия, что не надо писать знак умножения, как у молока, а мы пишем запятую, а она сама умножит n на сайз, есть еще одно отличие. Она забивает ноликами эту память. Молок ничего не изменяет в той памяти, которая аллоцирована. Вот что там было? Мусорочек какой-то. Вот кто пользовался? Операционная система, она не будет париться по этому поводу. Она как скажет, а, хватит тебе, вот кусок памяти, вот тебе на, пользуйся. И ты сам мусор должен это разобрать и инициализировать массив чем-то разумным. В случае с коллок, не операционная система, но сам язык C, сама его библиотека, обрабатывающая она, позаботится о том, чтобы при выходе из коллока успеть эту память еще инициализировать ноликами. Не всегда это бывает надо, потому что это мешает операционной системе оптимизировать память. Она на самом деле может еще подождать вам реально выделять там, как сказать, блоки физической памяти. Виртуально она за вами зарегистрировала, а физическую там она может выделить попозже, когда вы реально начнете записывать данные в память. Ну, в общем, а коллок он как бы сразу пишет. Поэтому тут еще большой вопрос, надо это или не надо. Но зато это безопасно, у вас память инициализирована ноликами. На этом, кажется, все. Переходите к следующему видео. Оно тоже очень важное.